Последнее время на рынке электромобилей возникла тревожная ситуация. Компания-автопроизводитель грузовиков со странным названием Nikola вышла на фондовый рынок с поразительной капитализацией в 30 миллиардов долларов и стала прямым конкурентом Tesla, претендуя не только на значительную часть рынка, но и на кусочек славы знаменитого изобретателя. Примечательно, что добившись таких колоссальных успехов, Тревор Милтон умудрился не выпустить ни одного серийного автомобиля, а все средства от инвесторов он получил в счет будущих поставок и обещаний фантастических условий обслуживания. По мнению многих специалистов, определяющим фактором такого ошеломляющего успеха стали водородные топливные элементы, которые компания выбрала в качестве источников энергии для силовых установок своих грузовиков и которые должны были произвести революцию в части автомобильного топлива. Однако 10 сентября 2020 года аналитическая компания Гиндербург Рейсерш выступила с разоблачительным материалом в отношении Nikola, в котором говорится о массовых фальсификациях компании и откровенной лжи о ее прорывных технологиях. Чтобы не быть голословным, я приложу ссылку на этот отчет к описанию видео. Если сравнить энергетические системы Nikola и Tesla, на первый взгляд может показаться, что у последнего гораздо меньше шансов на победу, хотя бы потому, что запас хода Tesla ограничен емкостью аккумулятора, увеличение которого приведет к увеличению массы всего электромобиля. К тому же, по мере расхода энергии, батарея слабеет, но не становится легче. Вес электромобиля в любом состоянии остается неизменным. Водород же, как автомобильное топливо, имеет больше потенциал для осуществления дальних поездок, учитывая его сжатие и возможность установки дополнительных топливных баков, которые еще и становятся легче по мере выработки газа. Но прежде чем стать автомобильным топливом в широком смысле этого слова, водороду следует преодолеть некоторые серьезные препятствия. Прежде всего, это необходимость производства и отсутствие разветвленной сети заправочных станций. Транспортные средства с батарейным питанием имеют уже готовую энергетическую инфраструктуру. Создать заправочную станцию для электромобилей Tesla так же просто, как установить зарядное устройство. И, конечно же, Илону Маску не придется для этого строить ни электростанций, ни линий электропередач. Никола похвастать подобной роскошью не может. В свободной форме водород на земле почти не встречается, поэтому для получения гарантированного доступа потребителей к топливу в городах и на основных магистралях необходимо построить разветвленную сеть электролизеров и специальных АЗС. Без этой инфраструктуры никто не станет покупать автомобили с водородным топливным элементом, какими бы перспективными и современными они не казались. Но даже если решить эту проблему остается еще одна и не менее гигантская. Это стоимость водорода, для производства которого опять-таки нужна электроэнергия, которая также стоит денег. Даже если основателю Никола, Тревору Милтону удалось бы снизить стоимость водорода на 81%, возможно, он смог бы конкурировать с электричеством в чистом виде. Но если рассмотреть, из чего складывается цена энергии для Тесла и для Никола, все становится на свои места. Возьмем за основу исходное количество энергии, равное 100 кВт часам для каждой из систем. Первый шаг к зарядке аккумуляторной батареи – преобразование переменного тока из сети в постоянный ток для батареи. Мы теряем на этом процессе примерно 5% от наших 100 кВт часов. Далее следует зарядка аккумулятора. Этот процесс отнимет от оставшегося еще около 5% в виде выделения тепла, оставив нам 90 и 25 сотых киловатт часов. Для питания трехфазного асинхронного электродвигателя, которым оснащен электромобиль Тесла, придется снова преобразовать постоянный ток в переменной с потерей еще 5%. Итого остается 85,7 кВт часов. А теперь рассмотрим потери энергии для системы с водородными топливными элементами. Первым шагом в производстве водорода является электролиз – энергоемкий процесс расщепления воды на водород и кислород, который потребует около 30% от наших 100 кВт часов, оставив нам 70. Следующий этап – сжатие. Чтобы поместить большое количество водорода в небольшой объем топливного бака, его необходимо сжать, потратив на это еще 13% энергии. Остается 60,9%. Если посчитать транспортировку водорода к месту распределения, то идет еще больше, но мы не станем этого учитывать. Преобразование водорода в электричество немного сложнее, чем простая зарядка аккумулятора. Топливные элементы представляют собой электрохимическое устройство, в ячейках которого происходит химическая реакция между водородом и кислородом. В процессе реакции вырабатывается постоянный ток и синтезируется вода. Кислород для реакции поступает из воздуха, а водород в сжатом виде хранится в топливных баках. Этот процесс сопровождается выделением тепла во время химических реакций и приведет к потере еще 40% от оставшейся энергии. Но и это еще не все. Водородные топливные элементы также вырабатывают электричество постоянного тока, которое придется преобразовать в электричество переменного тока для асинхронных двигателей, потеряв на этом еще 5% и оставив нам в лучшем случае 34,7 киловатт-часов энергии от первоначальных 100.